Оформлением праздничного стола занимались женщины. Сегодня пропорции продуктов измеряются в ведрах, поскольку главные организаторы – белорусская община, то и центральное блюдо – драники. Для них потребовалось несколько ведер картофеля. Пришли гости к столу, на быструю руку две-три картошки натер, быстренько туда соль, все, готово блюдо уже на столе. Хоть к чаю, хоть просто так на перекус. Так что самое быстрое. И потом картофель – это ведь хлеб для Белоруссии. Иван Купала – праздник славянский, а потому присоединились к народным гуляниям и украинцы, и русские. С собой принесли собственные национальные угощения – сало и соленая рыба. Говорят, даже шашлык будет, но это уже дань Кавказу, на земле которого и состоится застолье. Это славянский праздник, это народный праздник, очень древний. Конечно же, мы чтим все древние традиции и не забываем об этом. И рассказываем нашим детям, и показываем. У нас обязательно участвуют детские коллективы. И по традициям, соблюдая, готовим сценарий и работаем по этим сценариям, показываем детям историю древних праздников. Пока взрослые готовят угощения, дети заняты нарядами. Национальные костюмы, венки – всё это важные атрибуты празднования Ивана Купалы. С древних времен, когда-то давно-давно люди знали, что это огонь, вода и трава – это всё мистическое. Ведь на основе этих и знахари. Также люди собирают травы. Они знали, что в этот день, ночь с 6 на 7 можно было действительно окунуться в Россию и оздоровиться. В этой связи и над развлекательной программой работали не один день. Народные гуляния на поляне уже вечером переместятся на берег реки. Там будет костёр, через который будут прыгать. Не обойдётся и без купаний в реке. Белорусы, украинцы и русские на праздник Ивана Купалы встречаются уже пятый год подряд. Мы пригласили наши христианские общества, все придут к нам и греки, и грузины придут к нам сегодня на праздник, армяне и многие другие. Пятый год – это уже определенная традиция. Раньше в городе Сочи не было этой традиции. Мы решили, раз славяне так плотно стали здесь проживать и обустроились, то нужно иметь эти традиции. Обещают, что все вместе ночью пойдут и на поиски цветущего папоротника. Когда славяне собрались впервые пять лет назад, пришли около ста человек. Сегодня угощение приготовили как минимум для полутысячи гостей. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.